Мазиловский пруд Мазиловский пруд Мазиловский пруд Мазиловский пруд Мазиловский пруд Вот. Жители. Еще один житель. Мы тогда пойдем в церковь, наверное, вам не хочется. Ты же с нами не пройдете. Вот. Обрати внимание, убьешь, чтобы эту машину не едет. Сейчас какие планы? Сюда идете? Здесь просто надо пройти и сделать инспекцию. Что, где? То есть ходим вокруг пруда? Да, ходим вокруг пруда, смотрят инфраструктуру, смотрят в качестве ремонта, смотрят лестницы, в лестнице. Что у нас там? Была жалоба на то, что в каком-то месте у новых новостроек осыпается грунт. Какая-то оплачка. А вообще рыбная ловля на пруду, она у нас как законно, незаконно? Да, можно. Можно ловить. Запретов нету. А, запрет только на сеть? Запрет на сеть и запрет на купание в прудах. Да. А на ловлю уток на пруду? Это категорически. Мне недавно рассказали садическую историю о том, как голодающие товарищи поймали утенка при утке. Утка пыталась отбить, а они у нее, значит, забирали этого утенка. И они убивали его кирпичом. И убить сразу не смогли. Забивали камнем насмерть. И потом принесли и жарили ее во дворе. К сожалению, это было просто рассказано, и милиция не была, полиция не была вызвана. Вот в этот момент. И вот как следовало поступить, эту утку просто выздоровали на угол. Ну, вообще-то, это есть такая статья уголовная. Да. Утенка, узелка, а улка получила еще психологическую травму, что на ее глазах убивали ее ребенка при этом сомневеку. Нет, ну, птиц, животных вообще закричено ловить, отлавливать. Рыбы можно рыбу, а млекопитающих и птиц... Так, в общем, без претензий на все у нас здесь в начале 50-х годов, в 2010-х годах, в 2012-х годах, проводили, как программа была, по благоустройству водных объектов. Так, в 19-м году здесь, должны были провести благоустройство. Вот это благоустройство? Да, провести благоустройство. Давайте посмотрим на это благоустройство. Вот это называется благоустройство. Вот, когда в 2010-м году здесь, кстати, своя тема, провозили благоустройство. Походите. Когда проводили в 2010-м, в 2013-м годах благоустройство, вместе с почвой завезли куршивы. Вот. Поэтому сейчас наша задача тоже его увидеть и отметить на картах. Да, натуралисты хотя бы. А вот это, что у нас там, где посещали. А голубей просто фотографировалось? Вот больные голуби. Смотрите. Они больные. И тот, и другой. Видите, даже не убегают от людей. Вот. Спокойно, просто, сидят и находятся. Кстати, Влада, с той стороны, вон там прицеп припаркован четко. Я не, не, яблоки нет. На зеленом году не. Ну давай мы летнем туда, потом летнем сюда. Нет, мы сейчас вот так вот пройдем вокруг. Угу. Спасибо. Мы что-то проводили? Я дожди не располагаю. Да. Видимо, в качестве земляной работы. Вырубили все деревья. Вы что у нас? Голосашки. Вот, вот эти дороги? Да. И вот они вдоль всей дороги вырубили все деревья. Подожди. Вот, ну так вот росли деревья. Вот, мусор валяется, пожалуйста. Так, это будет линька. Судя по... Там, где они, где-то еще. Пультили. Пуль. Вот тебе. Вот, опять. Ну, очень много больных и мертвых птиц. А там, ну, сейчас мы еще в округе полу найдем. А вы местный житель, да? Вы местный житель? Мы на Молодежной. Угу. Инферчаник. Да, кстати, сейчас здесь идет уборка травы. Чистка пруда. Так его чистят. Вон они, вон они, чистки. Вон с той стороны уже почистили. Ну, я почему-то говорю, что там стоит прицеп на траве. А то мы запросим. На газоне. Мы запросим сколько денег. В общем, должны были в 2019 году. В 2019 году этот проект благоустройства был. Этой территории. В 2020 году его не реализовали. В 2021 тоже. Вот надо понимать. Хочем нас покормить? Будет в 2020 году. Вон они идут, вон видите, с граблями, со всем ерундой. Собирают этот фигню. Чтоб он не зарастал. Проезжаем. Вот так вот у нас жители кормят голубень. О, они так ничего не боятся. Это была капотня. Красный хак. Красный этот хакинг, который вообще с панорамой и спортом. Ну, теперь, вы знаете, Европа отдыхает. Какой там вдоль Москва реки делаем скрепт-парк. Деревья засажены. Клощадки. И охрана. Форны обязательно. То есть меняете, я не знаю, какие одежды в чем-то. Но там все время 2-4 человека дежурят. Потому что у них очень большой такой участок скрепт. А для кого делан был сквер? Для жителей города. Этого района. Этого района Братеева. Ну, и вы знаете, Братеева есть и другой вариант. Там есть ОПТ Братейская, которую взяли и уничтожили. Почему уничтожили? ОПТ Братейская. То есть Братейская особо охраняемая природная территория. А, я на тебе говорила, из санатория армитолога. Вот, в которых было очень много прудов. И там обитало очень много краснокнижных растений и животных. Это я тоже слышала. И взяли и засыпали эти пруды. Да. И вы на наших глазах это засыпали. Полиция не давала проходить. И уничтожали огромное количество. И Аистов, и всех остальных. Просто засыпали песком. Так что, по поводу Братеева, у меня есть много знакомых, которые боролись там до последнего. Да, которые там много лет жизни выделили. Моя-то, известно, она, можно сказать, на голове поля. И они уничтожили Братейскую пойму. Просто уничтожили. Красивое место. Очень много прудов. Очень много было птиц, насекомых, растений. И не важно, там, красный, не книжный, не краснокнижный. Пофигу. Ну, а теперь, вообще, про это никто не знает, и не видно этого ничего. Ну, про это никто не знает, чего не видно. А вы знаете, что с 1 августа отменили Красную книгу? Если-то Аня говорила. Ну. Что теперь можно убивать все, что угодно. Это просто ужас. Вот и все. Вот так можно голосовать за этот народ. Вот. А хотя сейчас Единая Россия говорит, Что это из-за подойдет, такое вот давление на них. Чего? Мазут. Мазут, да, вот. Вот, там, там, там. Мазут. Как это у нас пятна? Разливы. Как это правильно сказать? Ну, да, пятна. Это не... Масляные пятна, похожие на мазут. Нет, не на мазут. Наверное, что-то такое химическое. Что-то... Ну, они масляные. Масляные, масляные, видно. Или кто-то тут машину мыл? Ну, нас туда тянет. Это, наверное, машину кто-то мыл, или еще чего-то? Ну, где там машина? Ну, это, а что там выделя? Ну, это, а что там выделя? Ну, это, а что там, может быть, там лететь. Ну, они оттуда могло прийти. Теченька идет оттуда еще. Когда машину моют, там разниже. Чувствую, что в радуге. Ну, она сейчас просто разошлась под тем. Не, 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 не. А, вон какой-то сток, как я понял. О, агари. Это агари. Агари? Да. Вон, смотри, какие красавцы. Это гады, которые выживают всех остальных суток. О, это же печники. Девочки. Какие агари. А вот сток чей-то. Это агари. Вот с этого стока он, кстати, может и идти. Вы что, можно снять? Да, это сток, только откуда-то оттуда, с железной дороги. Ну, вот, пожалуйста. Но оно идет и туда. Ну, а здесь же ветер то в ту, то в другую сторону. Естественно, он расширяет это самое. Вот агарии, пожалуйста. Видите? Ну, а как они вообще? Они что, клюют их, убивают и будут? Почему? Нет, а почему вы говорите, что они хищники? Кто сказал? Вы так еще сказали. Я не сказал хищники. Ой, это мне, значит, просто послушалось. Нет, серьезно, нет. Я не говорил, что они хищники. Я говорю, что они редкость уже сейчас стали. Редкость. Раньше было много их, а теперь стало реже. Это значит, я не думаю. Они не будут. Вон те серые будут, а эти нет. Ну, они, в основном, планктоном питаются. Многородные? Да, они такие вот. Амарики жирные. Когда они к таджики не добрались. Сейчас на летом, молодой, как что-то приедет. Ну, я говорю, агарии что-то стали исчезать. Агарии сидят? Нет, нет, агарии очень мало. Вот два, а остальные вон они, обычные. Они как-то уходят туда наверх. Кряклы. Кряклы. Ну, да. Ну, во-первых, здесь берега не совсем предназначены. Молодец, моря какая красота. Ну, красота красотой. Ну, это... Какие грибы? Какие грибы, да? Ну, это... Какие грибы? Плохо. Что дерево погибает. Да почему? Ну, оно в первом, это ива. Ива не живет долго. Ну, как тебе сказать? А сколько тогда лет ивам, которые были на Ивана Франко? Давай не будем сходить. Они все живут... Вот это город. 30 лет для ивы, 40 лет, это, в принципе, уже достаточно хороший воздух. И когда их спиливают... Ну, когда их спиливают по рыбочным билетам, по законным, по-хорошим, по адекватным... И вот ты видишь, что оно... Оно стоит, оно зеленое, у меня так спиливали. А его спилили, а оно все гнило. То есть еще, может быть, месяц, а может быть, 6 месяцев, и оно просто активно выпрог. Нет, но она как и дуб. Она может по краям расти и спокойно жить. Ну, давай, вот, я, конечно, животновод и зеленовод и так такое. Зеленовод, ну... Безопасность людей, да, когда ты знаешь такие особенности, она прям высос. Вот эти всякие... Не, ну, вот уже оберегатель, вот, что злоевывает. Вот эти клёны, однозначно, вот он, этот клён, он находится, да, у нас... Есть не листный, да. Не клён, а клёночный листный. Ладно, это береза. Ну, вперед. Вот здесь, вот, здесь, вот, 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 вот такая. Витро, внутри дуна, спадёт. И плёнки на аске, весенелисты. Ну, тополя около берегов тоже не очень хорошо. Ну, где станете простой. И пилы, это не правильно. Да, вон они тоже растут и вы. Вот им по 40, по 50 лет. Что, их пилить? Нет, их не пилить. Когда их пилят, персед... Почему их пилят? Потому что обследуют. Видят по каким-то внешним признакам. А у нас есть специалисты? Обследуют? Чувак? Ну, если... Вот больной, больной тоже. Да. У него что-то... Вон, видишь? У него травма какая-то. А, да, лапа. Он травмирован. Лапа. Он здоровый. Лапа у него сломана. У него травма, он травмирован? У него сломана лапа. Вон торчит. Ну, может быть, да. А вот эту тему надо выяснить. Почему они? Ну, вот они, вот видишь, вот они вдоль дороги. Наверное, когда забор делали, или что? Ну, они же должны это привести в порядок. Ну, да. В 19-м году собирались делать проект по благоустройству территории. Вот. Ну, из-за ковида, из-за всего этого ничего не сделали. Ну, конвит – это самая интересная штука. Это еще есть рекламы, и они же должны это по-хорошему. Хотя, может быть, и нет. Но на совет депутатов. Депутатов муниципальных-то должны подключать. Угу. Сейчас, у вас какой район здесь? Это у нас Фелёвский парк. Ну, Фелёвский парк или что там? Нет, это нет. Это Фелёвский парк. Нет, нет. Фелёвский парк. Фелёвский парк. Фелёвский парк. А есть такой район? Конечно. Нет, Фелёвский парк у нас есть. Неужели здесь ни одного местного жителя в районе нет? Я сама запуталась. Это Филевский парк. Какой Филевский парк? А вот, наверное, местные жители. Не-не, Филевский парк. А это Филевский парк район, да? Да? Спасибо. Ну, Филевский парк тоже не может назвать район, по которому он ходит. Это жизненно. Вот. Кстати, вот дерево. Оно сломалось, но его никто не пилит. Пожалуйста. Нет, ну то, что дерево спилит, в принципе, в этом большой беды не будет. Не, ну вот. Спилит вот эту иву. Ну, видишь, они уже вот эти ивы. А вместо них посадят... Это не ива. Вот. Вот там, да. Ива. Это ясень. Это ясень. Это ясень. Это ясень. Это ивы, да. Спилить их. Да. Вот их надо обследовать, оценить, насколько они живы или там. Потому что, ну, видишь, какая бедная уже зеленая масса. И просто вместо них высадить, компенсировать. Ну, а компенсируют ли в нашем ситуации? Слушай, ну, надо это добиваться. Нужно что-то узнать. Вот, посмотри, вот там вот плит вообще нет. Это там специально сделали заход уток или как? Это старый пруд. Надо узнать, в 2010 году вообще. А там дальше еще один пруд? А? Там дальше еще один пруд? Нет. А вон там чуть виднеется. Нет, там не пруд? Нет. Откуда здесь? Ага. Второй. Ну, ты точно упадешь когда-нибудь? Ты накапливаешь. Хороший кадр будет. Очень красивый. Во! На! Это да! Вот так-то у нас... Ты врачевик-то? Врачевик? Выглядываешь? Выглядываю, но пока только лопух вижу. Да нет, тут никакого врачевика. Ну почему? У меня жалобных. Здесь уже в центре Москвы нашли полно. Вот! 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 Вот у нас! Не, ну понятно, что не используя технику, они сюда заехать не могли. Просто они должны это восстанавливать. Может быть они здесь были буквально вчера. Ну да. Знаете, только все, что они... Они видели здесь вырезаны. Вот это самое, этот выпилили. Их пенечек остался. Притом, как я понял, хорошее дерево. Притом давно спилили. Видишь, засохли все. Очень хорошее дерево. Кто сказал, что не хорошее? Подожди, а ты видела? Я не видела. А вон у меня листочки все валяются. Почему? Вон дальше все листочки валяются. Подожди, может быть оно было сломано. Может быть оно было сломано. Может быть оно было сломано. Да? Такие слёвые. Это дрозы. Ребеники. Ребеники, да. Я просто хочу найти бурщевик. Бурщевику здесь что-то надо искать. Да, вот голову там вот. Знаете, если бы он реально был друг, то стояли бы очень... Не обязательно. А он когда маленький, он... А чего бы ему быть маленьким, когда сентябрь? А семена так устроены, что они простают, когда хотят. Не-не-не, просто уже сезон заканчивается. Они должны действительно быть осенными. Ну, мы с тобой. Ага. Ну ты сам говори, ты сам не надо рассказать. А, ну что? Давайте посмотрим дальше. Нам надо на ту сторону перейти. На ту сторону перейти. А мы сейчас пойдем на... А по бурщевику у меня другая леденда есть. Какая? Ну-ка, давайте послушаем. У меня дача парижская по Новой Риге. Ну, как-то вот несколько раз я езжу туда. Там поля вообще все были. Да. С этим бурщевиком. Какой-то Викторейд же у нас сельского хозяйства. Бурщевик такого не было. А потом, я не знаю, там что у них, колхоз, обхозы или частные. Какие-то поля. И так приятно было бурщевику доделать. Ну, короче, тема у нас поднялась. И мне говорят, что привезли из Америки этот бурщевик, но у нас же всегда что-нибудь не доделают. Подождите, почему привезли из Америки? Это вранье. Нет, подождите, я закончу. Ну? Это когда-то, да, привезли для того, чтобы кормить коров. Вот им такой вот. А теперь послушайте человека, который... Интересовался. Эколог. Да. Значит, и биолог. Да. Значит, я вам объясняю. Бурщевик никогда, никогда в жизни не был завезен. Это селекция с помощью Лысенко и Вавилова, брата. Да. Они сделали селекцию бурщевиков. Они взяли сибирский бурщевик и кавказский. Для чего? Для того, чтобы кормить скот. А, все-таки кормили скот. Вот. Они соединили вместе эти два бурщевика, и у них получился очень хороший силостный корм. Угу. Вот. Но буквально через некоторое время обнаружилось, да, как бы, что это молоко стало горчить, мясо стало плохое. Вот. Стали проверять, почему, а оказалось, что это бурщевик. Сосновского. Сосновского. Да. Потом он начал еще и быть опасным. А, и достиг своего апогея где-то в 2016 году. В 2016 году его признали опасным, инвазивным видом. Да? Так долго он развивался. Да. Да. Его никто не обращал внимания. Вот. Заметьте. Ты чего? Крапку сеять. Да. Да. Благоустройство идет. Да. Он видит. Закрыли. Они сначала все испоходят, а потом благоустраивают. Ну так они же здесь дорогу делают. А, понимаете, ошибка заключается в том, что уничтожая поверхность земли. Уничтожают. Да. Спасивают. Ты землю видишь? Ну, какая? Ноль земля. Это не то. А ты почему это не снимаешь? Я снимал. Я уже сказал. Это надо снимать? Фотографировать? Потому что это просто земля. Это не земля. Да. Плодородный слой был снят. Да. И какая травка-то здесь? Нет. Травка-то вот эта вот пятизлаковая. Она появится. Она появится. Да. Но это пятизлаковая. Она одинаковая. Она одинаковая. То есть уничтожая внешние виды, засеваем виды, которые здесь никогда не росли. Ааааа. Ну? Поближе сними вот эту землю, пожалуйста. О! Смотрите какая. К сожалению, это в окружении. Смотрите какая. Красивая, эротичная земля. В окружении, в окружении таких, как пострадал, в окружении. А потому что никто не терпелит. Никто не терпелит. Значит, давайте я вам открою тайну. Есть такой ДПОС. Департамент трудопользования и окружающей среды. Да. И там есть такой человек кульбачевский. Начальник этого департамента. Так вот он авиатор. Очень разбирается. Есть и его зам Кудряшова. Да? Кудряшова, не помню как ее зовут. Вот. А она ветеринар. Вот как нельзя у нас. Знаете, вот все время, Квасик Васильевич, никак не породить родному человечку. Есть у него диплом. Какой у него диплом. Ну, место вот есть хорошее, денежное. Поставлю-ка я этого ветеринара. Владя, товарищ кандидат депутаты, скажите, пожалуйста. Вот теперь я вижу, куда ездят все машины. Они сокращают путь и едут таким вот путем. Так, прежде чем сейчас на них подносим, надо вообще выяснить, есть ли альтернативный подъезд к этой территории. Да, я думаю, есть. Да. Ну, они им не пользуются. И почему они здесь все находятся, вопрос. А? Почему они здесь все находятся? О-о-о-о. Какую территорию здесь собирают? Вот эта плитка, она пешеходная, она не приспособлена для технику пешеходов. Да, дядя? Да. Да. И вот эта, видите, самая форма. Ну, высыпается. Бордырованная. Вы тут вот эти машины едут по газону? Да, да, да. А вот здесь у нас, если вы видите, где есть? Газончик. Газончик наш. Самый любимый. Самый ненужный. Самый бесполезный. Вот, смотри, что творится здесь с газоном. Ну, они его не объезжают, они, понятное дело, едут прямо по моему. Вот это вот у нас. А здесь стройка находится. Ну, а причем здесь стройка-то и автодор? Нет, почему стройка здесь выездит? Нет, тоже не понятно. А, нет, здесь нет выезда у стройки. Нет, он все равно есть. Это запасной. Там все, видишь, за это самое. Законопадщина, все сделано, и там уже никто не проедет вообще. А вот то, что здесь творится, вот мы. Пешеходная зона, вот это вот все есть. Вот что они здесь делают, тут вопрос. А вон там зеленеет. И косятся работают, вот я вижу. Да. Автодор-зал. Почему автодор-зал? Да. Автодор-зал. Здравствуйте. А почему автодор-зал ездит у нас поешеходной дорожке? Пешеходная? Здесь нет другого проезда, что ли? Нет. А зачем вот вообще здесь находится вот это все? Вот это вот. Просто жители жалуются, что постоянно по ногам ездит автодор. По тротуару. По тротуару. Ну как? Ну здесь... А вот эта техника, она с этих листьев как связана? Как у них взаимоотношения? Я вот так мы идем и видим, что вот бордюрный камень, он просто отваливается и разваливается. Он не приспособлен для такого веса. Это техника сломается. А кто? Человек. Человек? Да. Сама обходит? Нет. На самом деле. Удвес один техник, у меня с техника. И вот разве тут пособленная техника? Однозначно это такое техника? А что вы говорите? На руках на техника? Ну если это пешеходная тропинка? Нет. Видите? Сделаем. А мы их проникать сначала. А, ну... Мы их проникать. Смех убивать. Смех убивать. Нет, ну скажите. А почему-то они просмотрели? Почему по тротуару? Почему по ногам людей, которые сидят на лавочках? Ну... Ну как? Ну вот. Это же тротуар. Давайте я буду ходить. Смотрите, ты ноги вытянул. Видите, техник заедет. Ну а при чем сейчас? Едет техника по тротуару? Это нонсенс. Ну а как сюда заезжать? Это нонсенс. Ну а как сюда заезжать? Обслуживайте. Я понимаю. А как? Значит, а почему не предусмотрели другие варианты? Нет. Ну нам построить рядом еще одну. А это нет. Ну... Нет, подождите. Вы говорите просто обслуживание. А дальше... Если там наверху не предусмотрели вот это... Понимаете? Вы простые работники. Зачем вы едете вот там? Вы это восстанавливаете? Ну... Вот это... Ну вот здесь... Здесь это уже, считайте, восстанавливано. А зачем вы это восстанавливаете? Вы это портите, а потом восстанавливаете? Ну... Восстанавливаете обычными пятизравными растениями. А здесь росло около 10-15 видов растений. Вот это вот разница. Понимаете? Ну... Влад, подожди. А еще вопрос по... По косу травы. Вот это какой газон? Нет, это у нас... Ну... Какой газон? Я не знаю. Откуда я знаю? Нет, он может быть хоть разноотравленным, хоть там... Какие-то еще. Что по документам? Вот. По документам он может быть партерный. Слушай, у меня на УПТ есть партерный газон. На УПТ. Знаешь? Это как? Хотя там 50 видов трав, а они выходят. А где старший, кстати? Не знаю. Где старший? Вот мне интересно знать. Мне кажется, нас что-то обманывают. В смысле? Чего тебя обманывают? По поводу газонов. Где? Ну вот покосов газон. Подожди. Это... 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 Это парк. Ну и все, что это парк. Там все равно есть разница в этих... В зональности газонов. Вон борщевик. Нет. Если не ошибаюсь. Вон наверху. Нет? Это то, что наверху похоже на кусты. И он там, по идее, не должен расти. Почему не должен? Все может расти. У вас зрение хорошее? Он может быть вон там. А чего? Почему разглядеть? Ну, вон там наверху я увидел очень... Высокое растение. Похоже на борщевик. Где? Вот на горке? Вот, да. Прямо около этого. Нет, я не полезу на горку. Просто мне интересно. Сходи. Мы тебя подожди. Да. Извините, а у вас есть кто-нибудь старший? Да. Молодой человек. Молодой человек какой? Это тот, который... С которым разговаривают. Нет. Это водитель. Нет. Это не водитель, это старший. Мастер там в черной куртике худой. Такой светлый. Ну вот, это да. Это отличается. Иван Михайлович. Иван Михайлович? Начальник это. Мне просто... Интересно. Мы с ним говорили. Что-то от него ходит. Я хочу понять. У него есть зональность вот этого газона? Ему дают показания и он вообще не бенемет. Он выполняет задания. Он приказ. Он солдат. Иван Михайлович. Давайте подходим, посмотрим. Время. 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 Нет, это не больший вид. Покос травы производится от одного до трех сантиметров, могу тебе показать. А должен производиться от трех до семи. Замечательно. Это первое. Значит, у них машинки все настроены на 0,1, 0,1, 0,1. А почему надо более высоко оставить? Чтоб она росла. Чтоб не было таких вот... А если коротко страдет, то... Подождите, ты не там смотришь. Это ты смотришь, где триммерами фигачили. Они там где меньше, где больше. Там все 5 сантиметров. Можно видеть, здесь тоже. Ладно, вон там машинка стоит. Вот, машинка. Видишь? Высота. Алло. Что высота? Да. Нет, здесь просто лежачая трава, мокрая. А я нет, я не вовсе. Я поезжу буду. Нет, высоко? Нет, высоко. Нет, здесь мне просто повезло. Там где-то я видел очень коротко. А потом появляются такие вот лысины, вот. Ну, это ты так думаешь. Я так не думаю, я так знаю. Это особенно. Ну, ладно, там пленые синилисты под ним. Как правило, под деревья всегда растительности немного меньше. Кустами тем более. Кусты очень густые и солнце попадает меньше. Особенно вон там, солнца вообще нет. Когда пропрешины на открытом пространстве, там, да. Вот, давно спилили дерево. Где там? Вот это я понимаю, что это этот самый ковровый. Ковры из зелени. Вот это. В смысле? Ну, прошлогодние. Рулонный газон? Да? Да. Его даже и видно, что это рулонный газон. Видишь, сквозь него одуванчики растут. Правильно, через сквозь него любой прорастет. Одуванчик тем более. Вот даже видно. Вот он. Идет, вот он. Вот он идет. Слушай, но замечательно, что он в таком виде. Он прошлогодний. Он в хорошем состоянии. Он прошлогодний. Все. Туалеты. Туалеты. Как я понял, бесплатные. Знаешь, в каком состоянии они? Да, они для жителей. Нет, я думала, до строителей. Не, ну как, если они открыты в свободном доступе. . Фу. Вы не ощущаете через видео, какой запах. Их никогда не вывозят. Как я понял. Ча, подожди. А скажите, пожалуйста, вас устраивает вот такая лестница, которая там есть? А значит, я представляю кандидата в депутаты Владе Горшкову, и мы сейчас осматриваем, как сделано здесь благоустройство. Влада? Нет, ну здесь все хорошо сделано, но лестница, конечно, она рушится постоянно. Ну, лестница рушится постоянно, правильно? Да. То есть вам лестница не нравится, как сделано? Ну, она уже не качественно, наверное, сделана. Вот, Влада Горшкова, ваш кандидат в депутаты. Очень приятно. Ну, а так, в общем-то, ну и не так тщательно убирается, все это поверхностно, все это... Ну, как убирается? Ну, да, может быть, убирается. А почему с такими многом мертвых птиц? Мы сейчас прошли. Ой, я ее не замечала. Это значит химия. И какие-то масляные пятна на пруду. Да, ну, наверное, его не чистят. И вас устраивает, что здесь постоянно вот по этой дорожке, по пешеходной ездят машины? Ну, машины ездят только служебные. Ну, подождите, но все равно служебные по тротуару и в больших количествах. Ну, а как они должны подъезжать сюда? Вот у вас, видите, какой вопрос интересный. Вот там дорогу перегородили стройкой, и они вынуждены ехать по тротуару. Куда они едут? А вот я не пойму, куда они едут. Ну, они едут чистят это мимо. Нет, не чистят. Они просто проезжают мимо грузовые газели. Нет, ну, мимо они не проезжают. Это проезжают какие-то служебные машины вот к туалету туда. К туалету. Вы можете посмотреть, там туалет уже не убирали, наверное, не знаю, сколько времени. Ну, залезть вам внутрь. Кстати, ни одного шашлычника пока не поймали. Кого? Шашлычника. Ни одного шашлука нет. Не пахнет даже. Ну, вообще-то здесь практически я не видела шашлычки. Вы местный житель, так я понял? Да. На Сверевского парка района? Да. Так, все, понял. Спасибо вам. Да, пожалуйста. Ух ты, как интересно сделано. А это в никуда? Это в никуда? Это горка. А куда она идет? Там поднимаешься, там спускаешься. А спускаешься куда? Сюда. Это когда снег, это для зимнего. Здесь же снегом все, и вот так вот спускаешься, и здесь вот до сюда. И в воду. И в воду, да. Да, там она заморозивается. Калина. Я мечтаю про рябину. Много лет хочу спаренью с рябиной. И когда его мороз ударяет, от рябины ничего не остается. Ну, собрать не успевает. Быстро лучше себя спичь. Так, так. Ну, пойдемте туда дальше. А вот это вот что такое? А это самолетик. Это самолет. Кто-то его запускал, видно, и бро, это самое. Нет, надо его на лавочку, а то его потеряли, наверное. Надо бы это, видишь, какая она замечательная. А у меня ступеньки покатые. Ну, все правильно. Для самокатчиков. Ну, видимо, нет. Просто в моем понимании лестница должна быть прямая. Ну, это в понимании нормального человека. Да, да, да. Но это специально сделано, чтобы зимой кататься можно было. Ты ничего не понимаешь. Это сделано специально, чтобы зимой было кататься. Удобно. И чтобы побольше инвалидов прятать. Здесь, наверное, рядом поликлиника где-то. Трампункт. Трампункт. Вот. Поставка там. Чтобы они были всегда с работой. Где борщевик? Специалист в этом теме. Да, я веду. Это серебряный. Знаешь, как надо? Валют. Это, кстати, нечего. Это застолкало с телефонами. Нет, ты не. 50-х. Пойдемте, пожалуйста, в чем я здесь так. Пойдемте. Влади. Дя. Владя. Вот, правильно, это Влада Влада. Что ты меня Влада называешь? Это неправильно. Правильно. Владя. Вот, да. Вот, в общем, вчера Ирина Леопольдовна сказала очень умную вещь, на мой взгляд. Ну? Если мы хотим баллотироваться и выдвигаться, и планируем выдвинуться, то надо использовать даже между собой Владислава Геннадьева, чтобы мы привыкли, и тогда лекторат тоже трудит. Потому что Владислава Геннадьевна звучит гордо и проходибельно. А Владя звучит непроходибельно. Вот, посмотрите. Екатерина никогда не говорила свое отчество. Вот, и сейчас она депутат Московской городской думы Екатерина Юнгалычева. Хорошо, Екатерина. Да. Ну, тогда давайте хотя бы Владислава. Ну, Владислава, да. А если... Владя Игорьевна, да? Как вы ее называли? Геннадьевна. А, Владе Геннадьевна, у нее сразу представляются 70-80-летние бабушки. Ну, короче говоря, мы не секрет, но имени Владя надо оставить для спокойных ременов. Сейчас ременовый спокойный прибор. Ну, начнем с того, что мы все-таки идем к тому, что все-таки народ уже привык по американскому образцу. Имя, фамилия. Не редусируйте. Но не редусируйте. Сергей, вот сними, пожалуйста, то, что они действительно чистят. Если люди наполняют работу. Так они же работают. Да. Что они только негативные еще, действительно. А, они работают. Кобель. Красивый. Клиняет. Кобель. А что он один-то? Вот вы женщину выгнали мужика. Ну, я один-единственный. Нет, это камыш не есть. Нет, это кобель. Кобель. Он мне кажется болеет. А остальные все... А вон еще приехали, прилетели. Селезень. Ну, селезень, селезень. Вот трясогузка. Две. Трясогузки. Мне кажется, здесь кто-то на самом деле просто травит голубей. Вот так вот. Видите, сколько голубей кормят. Ну, это не здесь, это везде. Везде. Вот, рассыпанный... Или что это? Ну, похоже на каком-нибудь ячневую крупу. Понимаешь, мы-то видим только трупы голубей. Ну, в том-то и белое. А, трупы воробьев мы не увидим. О, белая. Может быть, они такие маленькие, что мы их не видим. О, какая. Вот. Это белая. Вообще, на самом деле, у голубей очень много цветных хлопцев. Ну, это я знаю. Они погибают из-за своих нефекций. То есть, их даже не цены травят. Здесь, я как понял, раньше были посадки. Так я понял? Что? Искусственные посадки, купшинок и этих самых. Ну, слушай, этот водоем, в принципе, искусственный. Ну, вот я про что и говорю. Для того, чтобы, как правильно сказать, для переправы. Да, вон там. Вот, то есть, он искусственный. Вода-то, конечно, сюда попадает. Откуда-то, все-таки, намного сложнее. Тот, выход. Сточную трубу сними, пожалуйста, отсюда. Вот, смотрите. Надо понять, чье это. Это Мосводосток? Вот. Есть ли он в схеме? С того выхода, по нашим предположениям, вытекает какая-то непонятная жижа семического значения. Это в официальной схеме Мосводостока. Это, скорее всего, Мосводосток. И, 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 и стоят ли там очистительные эти... Ну, которые эти... Ну, туда. Потому что стопудок там не летит. Там же, Вадимович. Там же, Вадимович. Там же. Там же. Мы пишем, как промозилосток руд. Я здесь не был никогда. Там же, это там, где я был. Картинка. Картинка. И где. И там же. И где картинка. А вот к нам пришел на помощь... Пошуми на меня. Михаил Силаев. Нет. Значит, это Битского леса. Почему? Я потом, когда кандидат. Знаете, здесь... Я тебе буду выражать полную поддержку. А, это самое. А это у нас род ЗБЛ. Только не подумайте правильно. Не ошибаюсь. Это сокращение от графика. Образительнее. Ну, однако... Я тебе скидываю материал по Мозиловскому пруду и пишу там же. А я думаю, что он может быть разный с офисом. Там же. Вот Мозиловский пруд, там. Да, а я тоже как-нибудь. Там же, это значит там. Ну, ладно. Господин... А, неважно. Господин... Кстати, он теперь у нас специалист. Мы тебя не ожидали здесь увидеть. Увидишь? Все от себя. Специалист-ботаник. Теперь у нас крутой. Правда, Королькова оспаривает. Ну, Королькова ты можешь... Вот, посмотри туда. Специалист-ботаник. Ну, отсюда натуралист. Купшинка. Наверное, ее не зачекаешь отсюда. А вы скажите, пожалуйста, для инвалидов здесь все удобно? Сделано? Нет? Плохо, да? Лестницы нет, лестницы, там скатов нет. Скатов нету, да? Нету скатов. Это вот ваш кандидат-депутаты от вашего округа, Владя Гошкова. Ты человек, особенно, снимай. Вот. Спрашивай разрешение, когда снимаешь его. Не, ну... Находится в общественном месте, вообще-то. Это все, нет, дело-то не в этом. А вы откуда въезжаете? Оттуда? Оттуда? Где спуск? Оттуда. Не-не-не, у нас же тут... А вон там еще одна лестница. Видишь, вон какая. Угу. То есть, короче, неудобно сделано, так я понял? У нас здесь, по идее, получается, только вон оттуда ровно. Вот оттуда, откуда мы пришли. А все остальные от этих домов... Не, ну подожди, у каждой лестницы должен быть съезд для инвалида. Пандус. Пандус. Не инвалида, а пандус. Пандус. Это коляски... Для колясок, и для таких колясок, и для всех других колясок. У нас только вот там, получается, въезд. Ну, значит, здесь, получается, дискриминация. Ну, вообще, отмыли деньги тогда-то. Когда-нибудь. В девятнадцатом... Ну, мы должны были сделать. В девятнадцатом, двадцатом. Да, то есть пандуса у нас нету. Вон там, дойдешь до той лестницы, потому что она тоже... Но там не лестница, там дорога. Не-не-не, в мою лестницу. Где там? Там лестница. Она такая же, как и та. Такая же, как и та. Ну, вот, в принципе, вот та лестница. Она та же покатая. Людям очень неудобно спускаться с домов сюда. Вот так у нас власть заботится о людях. Вот так у нас Единая Россия всегда находится на высоте. Фурелла. Вы хотите там золото увидеть? А я вот тут, видишь, не глядь даже прошел. Бери монеты, если говорите, как-то не берите, правильно? Пять рублей. Да. Ну, сначала, вы на что-нибудь вот эту пальчик, эту воду вас мало. Просто вы друг друга загораживаете, когда вы стоите вот на одной прямой, и мужиков, да, рассосредоточиться вот так вот. Мне электорат нужен, а тут рассосредоточиться. Да, электорат. Дим, самое, Михаил, сделай электорат тоже. Ну, ты туда смотри, смотри, и что-нибудь там пальцем, такое вот, чтобы... А вот, видишь, вот этот стоп? Можно смотреть, что мне там покажет. Он же должен быть в культуре, и в культуре, и в культуре, и в культуре. Это еще разница какая-то, какая-то, какая-то... Ну, это просто для внутреннего, в культуре. Да. Вы там, видишь, такая мультика? Она вот до туда, и в культуре, и в культуре. А, больше никому не надо. Там что-то высыхает. Все довольны благоустройством, вот чего. Да нет, все обморочены. Не боясь. Никто не хочет. Нет, ну... И мы все полетим в дорогу. Вот сколько уже спрашивал... Народ. Да, вот тоже народ. Вы довольны благоустройством, которое было проведено в 19-м году? А откуда? Она же в первый раз. Девушка. Нет, его не было. Его планировали в 19-е и 20-е. В 19-е планировали в Витево, а в 20-м нужно реализовать. Но, вот видишь, ничего нет. В 20-м... В 20-м году вообще остановили все проекты. Большую часть проекта, потому что у нас самоизоляция была. Потому что мы заморозили деньги. Самая хорошая отговорка в мире. И когда у нас только в июле 2020-го года, по-моему, в июле, какие-то работы начали. Это капремонт, это замена асфальта. Это какие-то и текущие. Не знаю, у нас и в прошлом году, и позапрошлом делали эти замены асфальта. Замена асфальта я тебе про то и говорю, что... Он видишь, там еще один из болит колясочек. То есть, видишь, эта тема, этот фрук, он очень актуален. Здесь инвалиды. Вот, то бишь, инвалиды не могут подойти, подъехать сюда. Ужасные лестницы. Ужасные. Слушай, здесь здоровый человек, мне кажется, зайдет. На самом деле. Ну, тоже лестница вот такая вот. Здесь вот как раз зимой хорошо кататься с горки. Также здесь хорошо кататься на скейтах, между прочим. Да. Да. Ну, вот, я говорю, это груз, я же говорю, груз. Зачем они ближе к берегу это подцепили, я не знаю. Ну, они уже сколько-то... Чтоб собакам было удобнее доходить. А вот, да, смотрите, тот домик, он уже уехал. Не, он так и был, просто с той стороны смотрелось. Слушай, Сергей, ты специалист у нас по птичкам. Ну, вот этот берег у нас же достаточно удобный для уток. Они даже птенцы могут отсюда выбраться. Могут, могут, могут. Потому что он... Как недаром в Советском Союзе везде делали именно так. А сейчас же у нас делают габионы. Вот с такими большими камнями. Камнями. И, кстати, у нас на Воронцовском... Как вы видели, на удальцовских прудах. Очень неудобный. Там застревают утки, утята и гибнут. А, это вот это сетли, которые у нас. Вот такое ощущение специально сделали для искусственного отбора. Чем меньше животных, тем менее ценно это... Это вот посаженные, так я понял. А вот это зачем они срубили? Ну, это, наверное, нечаянно. Хотя вот это вот, где кошелочек листик не раз. Вот это вот они тоже должны чистить. Зачем? Ну, это... Вот у нас там же предназначено было на удальцовских прудах именно для таких растений. Надо уточнить. Надо уточнить. Что-то они должны чистить обязательно. Вот это понятно. Вот это вот. Вот видишь, вот кустик растет. Рябина. Нет? Нет. Я не знаю. Нет. Мороженое. Да. Что делать будем? Ну, вот так. Вот тоже такая же очень красивая. Вот интересно. Они как-то так островками почистили. Где-то не почистили, где-то нет. Потому что, видимо, все они неравны. Ну, вон, вон. Они чуть-то там пролежают. Почистили совсем ровно. И вот они, стаи уток. Там-тай, там-тай, там-тай. Кряк. Все самки. Вот что значит. Теперь обсуждают мужиков там. Вы это, как она называется? Сексист? Как это называется? Сексист? Как она называется? Рыба-рыба. Вот смотри. А, да. Крупняк, притом какой-то. Крупняк. Караси. Это карась. Там что-то хочет взять. А, там что-то беленькое. Это не рыба. А рыба смесь. Рыба хочет, это беленькое. Да-да-да, карась там какой-то. Судя по тому, что... И может увеличить так, чтобы это увидеть? А, на что? Вообще ему разонравилось. Ну, нет, у нас равно уже не видно ему. Там води, не увидишь. Конечно, он тут азиат. Вон они, пища. Ты это на видео потом не показывай? А то, что билет мне обносит. Вот, с аналитами. Ты что, что-то смеет? Я? Я? Нет, я могу сказать, что я могу сказать. Что у зрителей местных зналось, что азиатов... Ну, не знаю, что это. Нет. Вот эти вот наши. Ну, вот так. Они используют нестандартные... Приезжие из бывших рыб. Они ее бьют. Что за? Оттравливают, что ли, не знаю. Угу. Потому что нестандартные, незаконные. Нет. Ну, хорошо. Вон этот катер. Нет, это я понимаю. А ты посмотри туда. Зачем они на газон поставили эту штуку? А это их? Да. Они же привезли этот катер. Ну, потому что если они поставят это на пешеходную... Ну, подожди. Ну, на газоне тоже не должно стоять. Ну, ты поставь сейчас. Ты же сам будешь орать. Почему они поставили на пешеходную дону? Правильно. Все подойдет и просит. Чего? Угу. Вот. Стоит на газоне. Пожалуйста. Прицеп. Зачем они вообще... Прицеп. А ты увидишь... ВФ-5440. Ну, вот он, подлодку. А как она туда поместилась? Она четко помещается. Она четко помещается. Вот катер мостодосток. Из нержавейки. Посмотрите, какой крутой. Как медный таз. А, это подрезка, да? Вот это режет она. Вот она фигня режет. Ну, вон ножницы. А для чего это? Это ножницы подрезать снизу вот это вот растение. Водоросли. Мне вот это как раз меньше волнует. Мне вон того вот больше волнует. Кто? Вот нарушение. Ну. Ну, поставили на газон. Это нарушение. Ну, а куда поставили? Я понимаю, но это нарушение. Вы сейчас порчите газон. Порчи газон. Когда сейчас? Уже стоит уже 3 часа. Сейчас будет ай-яй-яй. Я понимаю, а как насчет порчи газона? Надо было бы нарушение. Да как ты никогда не портил? Есть законы. Она тяжелая машина. А это что? Как это? Сейчас лодку туда поставьте. А это машина, там есть госномер. Да, вон там, с той стороны госномер. Вон он. Строприсан. Уберите, что очень написано. Нет, нет, уберем это 100%. Можно я поесть? Просто интересно, что номер-то от машины, а не от прицепа. Давайте я сейчас уберу. А куда вы его? Ну, туда. На дорогу куда? Нет, смотри, заметь, Влад, что номер машинный. Так это прицеп. У прицепа должен быть... У прицепа прицепный номер. А это какой? А это не из-за машины. У прицепа квадратный. Не у всех. Ну как не у всех? Как не у всех? У них такой же номер, как все. Почему? Не, почему? У него не машина, у него прицепный. Прицепный номер. Видишь, БХ. Нет, третья буква. Это просто форма другая. У меня... У тебя три буквы, а? У меня три буквы, а три цифра. А тут две буквы, а три цифра. Поэтому все правильно. А! Ну ладно, нарушение уже за это сделает. Закон. Ну вон, дальше уже. Вот нарушение. Закон есть закон. Чего там у тебя? Вот эти веревки рыбацкие. Они достали уже. Вот сейчас. Это леска называется. Нет, это не леска, это нитка. Это нитка. Ну они тоже, наверное, у них нет денег. Нарезку. Они нитками ловят. Я на дорогу вожу поставить? На дорогу, конечно. А люди кем будут ходить? Ну что сделать-то? Надо... Выбор какой? Людям обойти или... Останавливать. Притом вот, ну вот здесь и так ездили по нему. Один раз ездили, одно дело. А тут ездили по... Три-четыре раза. Ну а лодку как вы... Вот просто расскажите... А вот по этой нельзя было спуститься вниз? Вот посмотрите, вот по этой... Вот я вам объясняю логику. Вот проехать вниз. Миш? Вот там, как написано, вот должен быть исполнение... Вы должны были привезти... Вот, вот, спустите, поднять и убрать. Не, ну здесь, ну что-то спарковано. Не, может быть, у тебя в этом скурить-то и не понимаете. Просто надо объяснять. То есть вы спускаете и обратно поднимаете на коробку. По идее, так делается, да? Ну что, я начальство докладываю или как? Докладывайте, что это самое. И вот сам. Вот, они здесь смогли спуститься. Да я снимаю, вот он. Надо же, у нас сам руководитель работает, начальника. Начальник тоже вот человек, наверное. Ну, в общем, я надеюсь. Что, ты человек? Да. Вот, сам Силаев работает руками. И ногами тоже. И ногами тоже работает. А там нету разве этого сам? Там должен же быть какой-то крепеж, который там... Тормоз. Михаил, там тормоз где-то должен быть. Да, другие придут, тоже скажут, туда поставили. Нет, ну на газон в любом случае нельзя. Не, ну хоть чуть-чуть. Придумай лучше. Хотя бы так. Ну сейчас, чтобы ее вытащить. Эта штука подъедет туда. Вот она туда подъедет. По газону. Почему по газону? Там нету. Нету. Как-то нету. А вы когда будете убирать? А вот они вот так. А мы же косим там видели? Вот, 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 вот могли спокойно. Они на обед отошли только. Понял. Они же без вношения не могут это... Чуть-чуть-чуть. В его случае машина нужна. Как вы предлагаете? Руками как они унесут? Ну вот так нормально. Ну. Не, ну вот так, чтобы она и не ехала, и липко ходили. И хотя бы не все и стоит в машине там. Вот ее туда вот. Ну мы там сделали проход. Мы не можем всем угодить. Вы понимаете, Анна Владиславовна? Не можем. А так как у нас повестка экология... Сейчас пошли газон. Вот именно. От печенегов. А мамочки с колясками могут объехать вот там еще две тропы. Вон тропа же есть. Объезжая по территории, они будут очень сильно гневаться. Ну, извините. За что движение жизнь. Лишность 15 метров. Вот мы там были, там тоже вам сказали. Я говорю, вот выезжайте на ногах. А что люди не видят, что мы едем, надо ноги убирать. Пожалуйста. Вам ответ такой же получили. Ну и что делать? А он правда катается. А нет, нет, не катается. Он все-таки привязан. Вот этот домик. Привязан, привязан. Потому что он... Вот этот замечательный спуск. Я вот сколько здесь убиваю. Вот я его просто... Видишь, он вот такой вот. Фу! Это, наверное, для инвалидов пандус. Вот они как там спускаются. Если я там зацеплюсь на ноги свои, которые не сгибаются, меня очень долго придется собирать. Потому что я упаду, скорее всего, плашмясь на лоб. Это не здесь. Ты просто вот так вот. И я здесь где зацепляюсь. Да, пойдемте еще назад туда. Пройдемся, я тебе еще кое-что покажи. Надо подрезать, что тебе подняться. Как они? Вот сейчас. Первую часть снять. Мне очень симпатично то, что используют вот эти спилы, бревна. Это и натурально, и... Это лиственница. Самое главное, чтобы это была лиственница. Ну, слушай, и... Что это лиственница? Там тополь. Никакой. Ребята, я шокил. Поешь прямо... Я в шойке. А в чем? Здесь везде стоит лиственница. А у них, значит, видно, два, кто-то что-то украл, они ничего не нашли лучшего, как сюда засунуть тополь. Нет, они сгнили, возможно. Понимаешь? Лиственница не гниет. Лиственница не гниет. Значит, это не лиственница, значит, какая-то... Ну, да. Но дело не в этом. Они сучили еще хуже. Они сучили тополь, который через год просто рассыпется на медлице. Сергей, пожалуйста, вот видишь, вот эти вот... трамплина под... О, во, 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 смотрите, как классные. Классные, классные, чтобы они попали именно вот в этом, чтобы так, как мы видим, чтобы это было видно в телефоне. Ну, на съемке. Вот именно вот эта вот. Ну, вот такая. Это все делали, наверное, в 2010-2013-2012. Классно смотрится. Сделали, можно, чтобы была пора. Ну, вот на этом... А, еще закончим еще одну вещь. Потом, попозже. Вот там под деревом голуби. Да, вот мы видели. Да. Вот. Так что вот так вот. На этом мы заканчиваем. Вот. Прощаемся с нашей... Да, я встану. Симпатичной и красивой кандидатовой депутации, которая уже так устала и не спит ночами. И поэтому, как только она садится, она сразу закрывает глаза и спит хотя бы... Зачем? Зачем ты рассказываешь, что истинно делала? 15 минут. Хотя она у нас очень боевая, очень гордая. И я горжусь, что я с ней знаком. Потому что мы с ней прошли огни и воды. Мы с ней прошли огни и воды. Вот. И медные трубы. И медные трубы. Да. И начинали всякие препятствия. Ой, война. Все прошли. Все прошли. Что-то у нас несколько уже войн. Причем с такими боевыми действиями. Все прошли. Спасибо.